Обязательно передадим слово Ивану, как только будет такая возможность. Ну а пока что... Пока что переходим в Лигу. Давайте, да, выскажем свои, наверное, мысли по поводу этой игры. Что так, что не так. Как вам геймплей, когда в игре есть Нага? И что вы думаете по поводу победы Альянсов над Нави и увеличением их шансов попадения в плей-офф? Вот, ну, я уже затвитил тысячу раз в твиттер, что, пожалуйста, надо убрать этот скилл вообще из доты. Если не саму Нагу, ну, сон Наги, этот неадекватный во всех отношениях скилл. На игру было смотреть не очень приятно. Ну, просто на этом тренаже таких игр не было. На самом деле был период в доте где-то полгода назад, когда все пикали эту Нагу, или даже чуть еще раньше. Все пикали эту Нагу, и каждая вторая игра была вот такая вот, по, там, 80 минут, какого-то сплит-пуша, черти чего. Честно, не смотреть, не комментировать, не анализировать такую игру не хочется. Ну, да, Альянс, как бы, известный факт, что любят поиграть в такую доту. Они в такую доту любят поиграть, на самом деле, против Нави частенько, почему-то. А Нави, потому что как раз такие Нави-мужчины, они берут пик, идут драться, а их начинают катать по карте, они не понимают, что происходит. Ну да, второй раз не зашел этот пик, возможно, определяющую роль сыграло отсутствие Эмбер Спирита. Да, это я и хотел только что сказать, потому что все-таки Эмбер Спирит играл там ключевую роль. Ну и Эмбер — это тот герой, который мог бы побороться с Нагой в лейте. Конечно. Да, это стоит ему примерно 50 маны, убить все вот эти вот иллюзии. Давайте отвлечемся чуть-чуть на табличку, и чтобы понять, какие у нас результаты, DK выиграли EG, это, кстати говоря, подвигает DK к топ-1, топ-2 в итоговой таблице. Да, будет тут, судя по всему, замес за топ-2, 3. DK сыграли все свои игры уже в групповой стадии, а у Vici и EG осталось по одной игре, то есть все в руках, в принципе, EG. Если они побеждают, то они гарантированно занимают второе место, если побеждают Vici, то они, собственно, занимают первое место гарантированно. Вообще, если EG побеждает, а Vici проигрывают, то еще, хотя, стоп, разницы нет между первым и вторым местом. Да, на EG сейчас нужно выигрывать, чтобы занять вторую строчку. Ранница только одна, что первое место выбираете у соперника. Ну, это такое... В следующих стадиях. Почему? В принципе, это тоже такая неплохая, скажем так... Бонусы. Неплохая перспективка. Стоит обратить внимание, что Mausa выиграли свою игру, и Alliance, собственно, только что выиграли свою игру. И это значит, что если и те, и те выиграют сейчас еще последнюю игру, последнего тура, то у нас получится ситуация, что LGD, Newbie, Alliance и Mausa будут иметь по 7-8. И будут перегровки. Будут биться за два слота. Да, и Alliance с Maus могут прорваться. При таких раскладах, как вы думаете, кто выйдет? Не осталось у этих команд, разве, игр между собой? Ни у кого? Не знаю, нам нужно посмотреть. Я почему-то думаю, что выйдут LGD и Maus. Maus и Quint, Alliance и EG. Смотри-ка, как все удобно. Вот та самая игра Alliance против EG, но мы, как уже сказали, для EG тоже она очень важная. Поэтому, по-моему, кажется, Ярослав спрашивал, а не будет ли, собственно говоря, таких вот матчей? 3-2-2. Но я предлагаю, что нет. Не будет, опять же. Пожалуй, в такой ситуации действительно этого не произойдет. Вообще, на интернашнале, мне кажется, я как осведомленный человек в этом вопросе. У нас разного рода есть эксперты. Студия осуждения, студия... Отчуждения у нас тоже есть тут. Ладно, давайте, наверное, сейчас, пока мы перенесемся в прекрасный мир хайлайтов игры Na'Vi против Alliance. Посмотрим их. Там первые 35 минут хайлайтов, в принципе, не было, потому что там счет был 5-5. Дота знает, где хайлайт. Не учи машину. Все равно, искусственный интеллект он найдет. Ну вот, это, собственно, вроде как First Blood сейчас будет. Тут бульдожка подзагулял. Или попей подзагулял. Ну, бульдожка, конечно. Конечно же. Непонятно, что он там хотел, на самом деле, сделать. Ну, видимо, помешать немного Энигме. Он чуть раньше улетел. Была у него возможность уйти в свой лес, уже у бульдога он был четвертый левел. Мог бы весьма неплохо там. Ты знаешь, он выиграл, поэтому он прав. Егэм тут в смеке дает фейдболт. Добивающий, великолепный. Ну и вот тот самый скилл, сон наги, который... Ну ладно, не будем так, наверное. Ну, сон наги, это, конечно, весьма жесткий скилл. Мне кажется, все равно главная сила этого персонажа заключается в иллюзиях. Мне кажется, можно просто пофиксить несколько иллюзий. Если они так сильно, Ярослав, тебе не... Не, мне не нравится сон. Сон портит динамику игры очень серьезно. Вообще, на Ави неплохой стиле выбрали. Они собрали быстренькую Мекку на Энигме и пошли просто забирать все это в рай. И, в общем-то, они забрали все шесть урок относительно быстро. У них еще и пайп появился, да и, в принципе, от пуша не слишком много было у Альянс. Мне кажется, с нами были шансы зайти на рампу и начинать просто крушить базу, ломать бараки. Но в такой ситуации нельзя вообще ошибаться. Например, допускать ошибок. То есть такая вот одна смерть буквально Тайпхантера, она может реально поломать всю страту, потому что вы должны сейчас идти ломать тавер. Вместо этого вы ждете лишние 30 секунд. В это время вас пушат, приходится потом возвращаться на сплитпуш, отпушивать. Ну, это один из немногих тимфайтов. Ну, в принципе, здесь уже я вот так сделаю. И, в принципе, понятно, что нага разваливает кабину уже очень серьезно. Ну, так и есть. А с такой нагой уже тяжело бороться. Ну, и это самый конец игры. Ол-инновый такой пуш от Нави, с рапирой на Денди. К сожалению, так, по-моему, даже Бурдор Протекшн. Да, в это время Нага Сирену с ДД ломает трон у Нави. Да, у Сдайи ключом Бурдор Протекшн здесь, так что непонятно. Ну, это такое прикачание, не знаю, что от команды Нави. Попытались ей хоть что-то предпринять, но, к сожалению, такие игры не выигрываются. У Наги уже. Да, такую игру у Наги выиграть очень тяжело. И поздравляем, тем не менее, Альянс. В любом случае, они победили. Приближаются к своей заветной цели выхода в плей-офф. Кто бы мог подумать, Альянс будут бороться за выходом в плей-офф чемпиона. Да, кто бы мог подумать, никто не ожидал от них, что они вообще смогут, конечно, дойти до такой далекой стандии. Ну, и сейчас их, собственно говоря, ждет их решающая игра против Evil Genius. Да, последний тур во многом определит расстановку. А это на нашем стриме как раз Альянс Evil Genius? Не уверен. Господин ведущий, разберите, пожалуйста. Не вопрос, ребят. Чтобы мы были в курсе. Итак, Альянс и ЕГ будут на стриме. Этого матча у Леши можно спросить. Лех, вот ты как эксперт, что скажешь по этому матчу? Две команды принадлежат одной организации. Чаши весов, куда будут склоняться? В пользу помощи команде Альянс? Или же все-таки пускай победит сильнейший и ЕГ все-таки будут топ-2? Пускай победит сильнейший и ЕГ пусть будут топ-2. Да нет, ну это же интернашнл, ребят. Я думаю, что даже никто бы и не решился на интернашнл специально проигрывать игру. Ну, Valve обещали пермабан, если они узнают что-то подобное со всех своих турниров. Не очень приятная перспектива. Да, да, это действительно, мне кажется, верные санкции. Мало приятного. Игра ЕГДК будет на стриме Каспера и Версуты. Это второй стрим наш. В это же время будет играть Ликвид Маус на стриме Майлсторма и Эйса. Это четвертый канал. ВГ, IG будут на стриме... Они уже играют. Господин ведущий, вы уволили. Клауд, LGD... Я не владею этой табличкой. Господин ведущий... Alliance against EG будет... Каспер и Версуты... А мы просто попросим нашего оператора вывести нам на экран все матчи последнего тура. Каспер с Версутой будет играть... Каспер с Версутой будет играть в третьем стриме. Велостон, да. Вот, собственно, Ликвид Маус будут у нас на стриме. Кого? Каспер и Версуты. И Эйс. Это четвертый канал. Эйс, Эйс, Эйс и Эйс, Эйс и Каспер и Версута. ВГ, IG, Готхант. И на нашем стриме будет Фнатик versus Клауд Найн. Игра, которая, к сожалению, не особо уже много чего решает. Ну, для Фнатиков она вообще ничего не решает. Фнатик уже, к сожалению... Да, и для Клауд Найна она решает немного. Поэтому будет просто масс-рофил, рофил, рофил, рофил. Хотя нет, для Клауд Найн она, наверное, решает. Они могут побороться просто еще за четвертое место. Да, они могут побороться за четвертое, пятое, шестые места какие-то. Могут, да, нави впустить. Ну да, и если проигрывает Клауд Найн, то ситуация становится немножечко другая. Для Клауд Найн это важная игра, на самом деле, да, как ни крути. Потому что борьба за слоты вверху они тут решают. Ну вот на самом деле было бы, скажем так, довольно честно, если Клауд Найн, проиграв команде LGD, еще и закинут Фнатиком. Помогут нашим ребятам из Na'Vi, которые займут строчку немножко... Да, удивительно, просто третье и четвертое место отличаются от пятого и шестого, так же, как отличается от седьмого, восьмого, девятого, десятого. Это вообще сенсация, в принципе, всего группового этапа, что команда, прошедшая Wild Card, занимается сейчас групповой таблицей, пятое место. Да, я согласен. Ну вот говоря о причине, почему такое было. Я не могу сказать, что команда невероятно какой-то скилл показывала на Wild Card играх. Мне кажется, это опять же, вот это вот плюс мораль. Просто они выиграли, они вообще еще не знали, будут ли они играть на интернешнале. И тут они выигрывают Wild Card. Они уже перед турниром заряжены позитивными эмоциями. Два дня рождения еще. Два дня рождения. Громят весь Китай. И просто-напросто они пошли, как это говорится, не убили всех. Да, да, в том-то и дело. Но посмотрим, прервется ли их, скажем так, стрик. Запусти, наверное, пока IGVG. Посмотрим, что там происходит. Игра тоже довольно-таки важная. Плюс... Тут только распики, я так понимаю. Там уже игра идет. Там уже первые минуты матча дойдет. Пока мы все равно ожидаем Cloud9 vs Fnatic. Да. Еще раз, Алексей, не могли бы вы напомнить, на каком стриме будет играться игра Evil Genius против Alliance? Игра Evil Genius против Alliance будет на стриме Каспера и Версуты. Это второй канал. Второй. Так, на втором канале Каспер и Версута. Так что, ребята, кто интересуется... Судьбой Alliance. Да, вот этим интересным моментом. Приходите обязательно на второй канал. А еще лучше используйте мультитвич и смотрите сразу четыре канала. Убирайте адвокблок, смотрите рекламу. У нас сразу на четырех каналах. Да. Да. Ну так вот. Что можно сказать по пикам, ребят? Мне кажется, что у Вичи тут как-то посерьезнее выглядит. Мне кажется, Вичи опять взялись за свое. За вот эти вот пуши. Они сейчас будут... Ну да, с Луной, с Баншой они у нас встроены. С Растой подходить к пушкам. Ну они, наверное, тоже будут тянуть игру. Просто стараться не нафидить и потом... Ну, Ротикейс старается не нафидить. Прямо в прямом эфире. Я уверен, что тут так и поживают люди. Вряд ли он живет. Мне кажется, он уже далеко не живет. Вот. Ладно. Постараются, тем не менее, не на смотря ни на что, не нафидить. И потом с какой-то минуты, минуты с десятой, наверное, они просто пойдут по одной стороне. И даже не убивая все Т1, Т2 вышки, они постараются зайти на хайграунд. На самом деле, Вичи есть чем отбиваться, есть чем драться против героев. Потому что там и раскастые квапы, туча лежит, постоянно фейтболты. Да, вот туча, фейтболты. Может использоваться, быть, инфестбомба от Акаши или алхимик. Вообще, да, бёрст дэмэджа очень много. У Кауи тот же Найк инфестится в Акашу. Они врываются в уже расхорошенных героев от Асид Спрея и фейтболта. И там, да, действительно. Будет очень важно зафокусить Баншу в таком пике. У нас есть Дум еще тут. На самом деле, у Вичи нет совершенно никакого, никаких абилок или героев на сейф. Поэтому, действительно, инфестбомба не контрится практически. Тут надо либо быстро собирать форстафа, да, парочку штук, если их не будет. Но ведь, чтобы быстро пушить тени форстафа, нужны амеки там. То есть форстаф может не быть. Ну и инфестбомбы тоже вначале не особо. Может тоже не быть. Я вот, например, не уверен, что Тайдхантер будет собирать здесь форстаф. Мне кажется, это будет Скайрос Маг, но когда он это сделает, тоже непонятно. Баншем также не нужен. Почему? В первом этом можно и форстаф собрать. Мы, кстати, Интернешнл видели не раз. Нам показывал товарищ Пегас. Пегасус? Пегасус показывал. Ему два раза блинк не собирал. Ему просто первый раз форстаф собрал. Если, знаешь, абстрагироваться от стереотипов, то можно собрать форстаф и в луне. Почему бы и нет? Ну, вообще никто не запрещает. Вот именно. И Банше. То есть, в принципе, тут нужны форстафы, иначе ничего не получится. Иначе ты будешь просто разбиваться об эту найкс-бомбу. Будет забегать Дум, давать Дум. Найк будет прыгать просто в аншоте героя какого-то. Я бы сказал, наверное, что здесь все-таки больше нужна мекка-пайп. Если Банша соберет себе мекку, а тайт-хантер-пайп, первыми артефактами, то это будет тоже довольно-таки полезно. Форстафы рано или поздно появятся, потому что это, наверное, один из любимейших китайцев. Они любят поиграться в драки. Кстати говоря, Alliance и Vilgenius начали свой распик. Давайте, наверное, перенесемся мы в эту игру. Да, я бы тоже с большим удовольствием посмотрел распик этих команд. Все-таки этот матч решает побольше, чем игра. IG, VG, да и это китайские дерби. В любом случае, будем путь в душе информацию. Проанализировали немного эту игру. Ой, Alliance дорвались до Виспа. Дорвались. Но нету профетов. Но все равно, все равно, Висп уже, уже. Это первый матч, да, Alliance, когда им отдали Виспа здесь? Возможно, первый, да, кстати. Один, и в любом случае, я не помню. Бэтрайдер, Висп. Это уже, на самом деле, сильно. Посмотрим, будут ли банить Илджиниус с Тинни. Хотя в любом случае будет еще тот же Чаус Найт. Alliance с этим умеют очень хорошо играть. Ну, и уже, в принципе, вопросы у нас есть в команде Вилджиниуса. Зачем они забанили панду в команде Alliance. Вопросы есть. То есть, эксперты начинают кучуить нотки. Вообще, эксперты действительно начинают немножко спрашивать друг друга, что же все-таки не так. Ну, посмотрим. Может быть, IG как-то специально, скажем так, готовились к Alliance. Замыли в ловушку. Да, и просто расставили свои сети, и вот. Банится Sven. Но уже видно, что IG собираются драться 5 на 5, скорее всего. Alliance собираются не драться 5 на 5. Видимо, до конца турнира. У Alliance есть еще такая строта их любимая. Это с Виспом. Даже без Фуриона. Это Висп, Трент они играют. Очень часто играли перед International. Висп, Трент плюс один герой какой-то. И это, на самом деле, неубиваемая такая линия. И очень драться против нее трудно. Кстати, вообще вопрос насчет Трента. Почему никто не пикает? Трент же так неплохо против Вайда, против Энигмы. Да, он вообще, в принципе, неплох. Не знаю, почему-то команда... Есть такая информация. Вдруг неожиданно началась игра Massports еще против Team Liquid. Это не на нашем стриме. Не на нашем стриме. Поэтому нас она пока не так интересует. Последний ток игры. Как раз таки на нашем стриме. Началась Cloud Night's Niantic. Можем посмотреть. Ну, тут довольно дальше все дефолтно. За исключением того, что ЕГ подбанили Свена, а не Тинни. На самом деле, такой большой пул. Сейчас подбанят еще Стилл с Ассасином. Такой большой пул кири героев, что без раненцев. Да, ну, Арианс могут сыграть, я думаю, с очень большим, очень широким пулом. Есть и Фантомка, есть и Джаггернаут. Конечно, есть и Тинни. Да, под Виспо. Под Виспо они, конечно, огромное количество игр сыграли с разными керри. Так что особо я даже не знаю... Ну, вот и задумались, ЕГ над своим последним баном. Думаю, да, кого банить. Скорее всего, выбор идет между Тинни и, может быть, какими-нибудь вообще другими героями. Та же Сирена. Очень активно обсуждают. Кстати говоря, Лайнс, по-моему, это одна из немногих команд, которая решила все-таки забанить Разора Артизи, потому что выиграли они с ним просто-напросто кучу игр. По-моему, они вообще проиграли ЕГ хоть одну с Разором. Не знаю, они в принципе мало проиграли. Второй или игровой день у Артизи было что-то 5-0 на Разоре, по-моему. В итоге банится Алхимик. Отличный бан от команды ЕГ. Возможно, они много тренировались с командой Альянс и знают, что Альянс... Не, ну, если так подумать, возможно, ЕГ хотят давить, знаешь так, а тучу не хотят они видеть. И молоток, в принципе, тоже. Или телевизор, как его по-разному называют. Вот этот скилл Свена, они не хотели бы видеть. Не хотят видеть телевизор, хотят видеть они гречку от тени. Ну, довольно странный распик, но все же берут ЕГ Шторма. Ну, неплохой герой против Виспа, на самом деле Шторм. Потому что если Альянс выберут... Ой, кстати, если так подумать, то связка суппортов Скаймаг и Висп довольно опасна. На каком же АМСе Скаймаг летает? Не особо это и суппорты, может быть. Это сейчас еще очень любители поставить даблу такую Скайра Смэйдж Керри и Висп с ним на миддл. Ну да, ну просто... У Виспа постоянно не заканчивается мана. Эти два суппорта... У Скайра Смэйджа заканчивается мана, и они там любого героя, в принципе, загоняют. Судя по всему, Артизи будет играть на Драгон Тнайте. Часто ли вы видели Артизи на Драгон Тнайте? Да, много он играл. Все, вопросов нет в таком случае. И, кстати говоря, я... Ну, может быть, конечно, мы себе немного накручиваем, но... Такой распик действительно попахивает, потому что берется Шторм Спирит, при том, что Скайра Смэйдж не в бане, и сразу же берется, соответственно, Скайра Смэйджа. Это прямая контра, очевидная. Старая добрая связка. Ну, не знаю. Да, честно, у меня Висп Чаус Найт против Энигмы и против ДК не очень нравится Чаус Найт. По-моему, выбор такой. Ну, ДК он убивает, скажем, очень легко. Кто кого убивает? Чаус Найт ДК убивает. Да, Чаус Найт, в принципе, всех убивает, если ему дают бить. Ну, как-то в Чаус Найт всех убивает, но ДК с плэшом убивают этих иллюзий. Очень здорово, если итомы эквайл, так скажем. А Миннайт Пульс просто выжигает иллюзии вообще в секунду. Поэтому это, на самом деле, не самый лучший пик. Но нам, похоже, надо идти на нашу игру, которая только что началась. Эх, эх, эх. Вообще, я хотел еще добавить немного насчет этого господина Казинок Найт. Все-все-таки очень сильно будет зависеть от удачи этого героя. Это 100%. Ну да, это же наш любимый Казинок Найт, у которого все рандомно. Разброс 40 атаки на первом уровне. Да, иногда он может рифтануть на восьмом левеле и критануть. А, нет, не на восьмом, хорошо. Игра Альянс ЕГ будет на стриме Каспера Аверсута. Это второй канал, ребят, я вам напомню, кто хочет посмотреть. Это очень важный матч для команды Альянс. Ну и для ЕГ тоже, в целом. Ну и мы потихонечку переходим к нашей игре. Фнатик Клауд 9. Начался распик, только первые баны. Господин ведущий. Господин ведущий у нас сегодня...